Ваши подписчики, давайте решим. Ваша задача, коллеги, если вы понимаете, что вы в силу заказать помощь, в вашей подготовке, в вашей уверенности, не так, что уверенность достать телефон и посмотреть в интернете, что же с ним делать, да, человек без сознания, казалось бы. Нет, максимально быстро, значит, сейчас немножко к протоколу уйду, который здесь. Если вы видите, что пострадавший лежит, вдыхания нет, значит, сознание, вы предполагаете, что нет. Это еще на моменте, когда вы к нему подходите, вы должны понять и в голове проанализировать, что с ним делать. Не надо его тащить, зашибывать там, да, то есть и волочить туда, да, то есть, да, вот так, особенно если рота сходить, да, этого делать не надо, коллеги, поэтому подбегаем, если есть очевидцы, что с ним случилось, быстро подбежали, что с ним случилось, не знаю, там, Маша, например, Диана, извините, просто вы попались. Диана, например, я вспомнил, как его зовут, Диана, то есть, когда он, не знаю, мы вместе с ним вышли, вот человек, я смотрю, повернулся, он упал. Разгоняйтесь, все это в голове, вы толпу в сторону, как я вас сейчас говорю, разойдитесь, да, вы разошлись, молодцы, мы теперь, вы сразу назначаете, вызывай скорую. Не так, что вызовите скорую, и в метро полетел куда-то ваш голос, если так, вызовите скорую, вызовите скорую, скорую, и другого конца метро, куда звонить, да, то есть, чтобы такое, извините, шуточное, но что вы разошлись, ситуация возникает, поэтому, коллеги, друзья, все разойдитесь, если вы чувствуете себя, ну, если, конечно, уже сидит доктор, я доктор, так вот, иди отсюда. У меня курсы медицины были, да, то есть, нет, если доктор есть, а если медбрат, он говорит, что я медбрат, ну, коллеги, не соревнуйтесь с ним на пострадавшем, да, потом, может, там, чашку и попить, обсудить, как он показывал, как быть, но не надо, то есть, да, там, отталкивать, потому что, если он уже доказывает, что я доктор, то есть, да, я доктор, я окажу помощь, все, вы подбегаете к нему. Как мы уже с вами проходили, опять-таки, все делается, не бойтесь испачкать свой лук, да, назовем так, красивый внешний вид, то есть, ну, то есть, на выписанных руках это ничего не делается. Вы минимум, либо подходите, хотя бы минимум на корточке, удобного рука, да, ну, девушка, понятно, там, флать, либо вы прям стоите, перед ними на колено, обнимаетесь, то есть, да, простите ему, что вы перед ним на колене стоите, но все-таки. Дальше вы первое, что проверяете, в том, что вы посмотрите, то есть, и дальше потихоньку, постепенно, как мы с вами поговорили, сознание, что с вами, мужчина, вы меня слышите, опять-таки, в ваш голосовой раздражении для сохранения времени, для, скажем так, сокращения этих мероприятий, вы параллельно, вы слышите меня, слышите, нет, не слышит, значит, пульс проверили, нет, дыхание, нету, значит, что тогда страдать, переходим к сердечно-йогочной реанимации. Следующий слайд, давайте добавим. Ага, Катерина, самое интересное стало, да? Что ж там показывает, доктор? Значит, так, от края мечевидного отростка два пальца пострадавшего. Ну, мы понимаем, да, что не так, чтобы ему руку закинули, то есть, да, и то есть, там меряете его, но в среднем, чтобы вам было понятно, два-три сантиметра, ну, я не думаю, что там колбаска совсем такая, да, будет вместо там пальцев, там, поэтому, два-три пальца свои, два-три сантиметра, что такое грудина, знаете такое? Есть грудина, кто-то хочет, потому что, когда ты говоришь, что это грудная клетка, нет, коллеги, вы обознались. Вот так вот. Спасибо. Значит, чтобы вы понимали, грудина, грудная клетка, это вот это все, и она сзади еще ограничена позвоночником. А вот это, ось, грудина. Далее. Два, от края мечевидного отростка два пальца пострадавшего. Ну, допустим, это пострадавший, два пальца. Накладываем вот так. Что такое мечевидный отросток или где-то вот это? Называется мечевидный в честь того, что там, как бы, вот, заостренный такой, как, кончик, везда, ножа, там, меча. Вот он. Поэтому наша задача, вот правильно, отложили два пальца, вот она, рабочая область, которую вы проводите, в которой, на которой, или в проекции которой вы проводите сердечно-любочную анимацию. Рабочая площадка наша, вот она, ни вот это, ни перстнем своими давить, ни пальчиками, красивыми, ни в коем разе. Вот оно, как все должно проходить. Основание ладони, по циклам, грубо говоря. Сопостно сделаем пострадавшим. Вот. Показываю, как это. То есть вы проявили, сознания нет, дыхания нет, пульса тоже нет. Например, вот грудина, он поддерживает, да, скажем так, объединится на что. Если сейчас зима, все будут в шубах красивых, на кого ходить ездить и тому подобное, это все максимально раскрывается. Не надо через мутон ему стараться прокачать, а ну, там, сумка, там, или он что-то бутылки с водкой, там, скрывал или цветы, и жене букет, да, то есть, и вы начинаете через их них, там, прокачивать. Коллеги, а это будет максимальная фиаско с вашей стороны, поэтому расстегнули, разорвали, я думаю, там, вам простит рубашку свою, там, за 20 тысяч, да, то есть, все, расстегнули. Прям совсем договора не надо разделить, ну, я не говорю футболку, да, в принципе, каждый из вас может себе на себе нащупать, там, если сейчас даже крыльтешь пальцем на себя, что здесь уже заканчивается кукла-диафрагма, вот, где ребра ваши подходят, вот она, в принципе, ямка, это там вы находитесь очевидно от рот, и два пальца кверху, вот она, ямка. А их два пальца или пострадавший? Повторюсь, это пишет, что пострадавший, но я говорю, два-три сантиметра. Понятно, то есть, мне два пальца пострадавшего надо взять и приложить. Я же вам только что сказал, не надо брать, его куклу закидывать, да, то есть, вот, ну, как, посмотрите, и вы там ей начинаете, да, то есть, скажу, вот, а он там пакет нес, да, то есть, и вы с пакетом вместе, то есть, да, на гармошку, да, то есть, не надо еще раз говорю, коллеги. Свои, короче. Свои, два-три пальца, два-три сантиметра на отметке, посмотрите, да, то есть, накладываем, дальше, вот рабочая площадка, вот куклу, вот она, грудина, вот там участок, в котором вот можно прокачать, накладываем руки. А следующий слайд, пожалуйста. Вы не думайте, я не то, что там не знаю, я читаю, да, то есть, там, я вам рассказываю, нет, я не сантехник, нет, я то, что, просто, мне, чтобы вам понимать, как вырустают, а то я могу весь ваш рабочий день занять, поэтому. Положение тела при компрессиях, вот смотрите, обязательно, не то, что я выдумал, хочу ваши колботки порвать или брюки со стрелками, да, испортить, нет, ваше тело, вы на колени, кстати, нет такого, да, что-то, мы не прокачиваемся. Дальше, тело и руки ваши должны быть перпендикулярны его грудине, и работаете вы, руки выпрямлены, не вот такое, да, то есть, вот, и не руками вы работаете, вы работаете корпусом. Я к этому даже добавлю, скажу так, что, например, на моей практике неудобно работать было в таком положении, поэтому поза кошечки, я же не знаю, сейчас покажу, значит. Так, в фантазии, да. Значит, по этому, коллеги, значит, резюмирую, потому что проверили собрание дыхания метра стекла, нашли, руки положили, после этого принимаете два пальца замок, значит, несколько вариантов развития событий. Первое, как вы можете прокачивать руки замок, вот таким вариантом, наложили одну, наложили вторую, взяли замок. Второй вариант, находился бабочкой, на бабочке, ну, вот такой, да, вариант, то есть, вы говорите, раз, поворачиваете, два, и начинаете. Мне удобно замок работать, вот. Далее, то, что изображено сзади, за мной, вы встаете прямо над ним, не вот так вот, хоть выноску, но на коленях руки выпрямлены, нет, коллег, еще раз, посмотрите назад, перпендикуляр вашего тела руки, вы создаете угол, руки выпрямляете. И теперь то, о чем я говорю, то есть, мне удобно, когда я уже спину, у меня хранический стихонок 30 лет, да, в отличие от вас, но, когда ковку выгибаешь, женщины больше поймут, да, скажем, вот так, ну, кто йогой занимался, ну, там, да, поэтому, выгибаем ковку и поехали. Значит, следующий слайд, дальше, количество компрессий должно сочетаться с отдохами, компрессий 30 к 2. Также пишут в предплечьях, берите пендикулярно то, что я вам сказал, следующее, количество 30 компрессий, компрессий, понимаете, да, что это, это надавливание, при одном цикл сердечно-легочной реанимации. Что такое цикл сердечно-легочной реанимации? Это сердечно-непрямой массаж сердца, легочная реанимация, два раза до, пока просто, условно, так показываю, сейчас покажу, как правильно. Дальше, глубина 5-6 сантиметров. 5-6, ну, понятно, чтобы мы здесь сделали специально, там, наш прибор манекен сделан, чтобы мы их чувствовали, да, когда, когда другие работаешь на других реанимационных манекенах, не на людях, а на манекенах, которым отрабатывают. У нас там стоят специальные датчики, они электрические все, которые, ну, например, у меня академика, военная дулашка, и когда отрабатываешь, он тебе показывает прям глубину, насколько ты и проникаешь. От 5-4 сантиметра, 3 сантиметра, или, по-моему, 8 сантиметра, ты уже до позвоночника встаешь. Поэтому, следующий, сейчас, ты, поэтому, 30 компрессий, сейчас кто-то из вас потеет, думаете, пока кто готов. Вот, поэтому, коллеги, и вот, показываю, руки перпендикулярно, вы встали на минуты пострадавшим. Еще раз напоминаю, сбоку встаем, ни со стороны головы, ни со стороны головы, ни со стороны головы, вы за него запрыгиваете, да, то есть вот сбоку встали. И поехали, 32. Чтобы вы понимали, 30 раз нажали, 2 раза вдохнули, но при этом, уже становится жарко, значит, при этом чистота, с которой вы должны работать, равна 100-120 ударов в минуту. Это сердце мы с этой частотой начинаем заводить. Что такое 100-120 ударов в минуту? Это 2 раза, 1,5 секунды, 1,5-2 раза в секунду. А если обычный человек может сразу все рассчитать? Нет, вы не поняли, просто я вам сейчас покажу вам, как в среднем, как бы, ну, я вам темп задам. Сейчас кто-то под хронографом покажет, попробует. Песня Билли Джейн, Майкл Джексон, 120. Да, поэтому, коллеги, еще раз, 2 раза, в среднем, 1,5-2 раза, и поехали. Отсопылились, ну, это, конечно, все должно быть, то есть вы подбежали, встали сразу. Сами шубу сняли тоже. Ну, а, ну, если вы худеть задумали, и вдруг подвернулся случай, с десятка вы скинете. И поехали. Вот, я работаю только... Тридцать раз так покачали, может и для себя, может там кого-нибудь назначить секунданта, который будет раз, два, три, четыре, пять стоять. Ну, в любом случае, да, скажут, при этом вы уже сказали, что кто-то скорую вызвал, запомните, да, что кто-то уже скорая, по идее, он должен дозвониться, будет сказать, я не знаю, где я нахожусь, нету, особенно выбирайте ребят, кто не умеет о русском отговорить. Это самый оптимальный вариант, чтобы уехали, вы просто там стрянете по полной. Поэтому, дальше, что у нас по алгоритму идет, правильно, открытие дыхательных путей, почти, да, значит, открытие дыхательных путей, голову немножко запрокидываете назад, с помощью зуба, руку откладываете назад. Вот у нас человечек, он кивать умеет, поэтому здесь вот должен образоваться руку, то есть, когда человек, голову приподнимаем, вот, лёжно, на... Во-первых, ну, он не совсем там приоткроется, тем более, человек без сознания, да, то есть, но он немножко, да, расслабляется мышцами, назад делали, приоткрываем рот. Обязательно проверить наличие вдыхательных путей, ну, да, как бы это, да, я рисую, ну, ладно, наличие вдыхательных путей, очистка верхних дыхательных путей, вы не боясь. Но если есть у вас платочек, салфетка, вы, конечно, там, начинаете пальцем это все, ну, через салфетку. Ну, не бойтесь, то есть, не надо, там, да, в пятом элементе, когда он живет, там, веса, да, то есть, так, бояться. То есть, это вот просто по-быстрому взяли, все вычистили, потому что бывает основная проблема. Вы начинаете качать, а у него уже когда-то до начала прокачки, у него язык запал назад. И язык, скажем так, он, мало того, что вы там его прокачаете, он уже будет, скажем так, задыхаться. То есть, а если вы, конечно, вдуете потом в рот, да, скажем так, воздуха, поэтому, ну, совсем будет, ну, при миху, поэтому. Хорошо, что вытащили. Прочистили, вдруг он упал зубами, зубами ударился, не дай бог, там, тошнор-то рвота пошла, рвотная масса. Все, еще раз говорю, жизнь настолько многогранна, осталась, столкнуться можете как с классическим вариантом, как не с классическим. Поэтому, очистили, дальше дыхательные пути, зажмите, нос пострадал уже. Как делать искусственное дыхание? Вот, как вы на колбасе, я ему даю? Дальше, что вы делаете? Зажать нос пострадавшего, рот уже открыт. Герметизируйте свой рот и рот пострадавшего. Что это значит? Вы, значит, оплаты, лучше всего, значит, опять-таки, челюсть немножко выжигаетесь вперед, губы делают, уточкой делать. Но если вы губы немного соберете, тем лучше. Вы должны оплатить своими губами его губы. То есть у вас должно получиться прямо герметизация. Почти я все видела. Поэтому герметизируйте. После этого проведите выдох в рот пострадавшему. Уберите свое лицо для красивого выдоха пострадавшему. Значит, как это выглядит колодина? Вы зажали нос, через вперед выдвинули. Сделали мы выдох. И вы смотрите краем глаза. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, вы краем глаза коситесь на то. Видите, вам показывают. Во время вдох наблюдаете за грудной клеткой. Представляете, что она нормально подняться. Приподнимаете грудной клеткой. Зачастую, когда неправильно сделаны спустные вентиляции, или, скажем так, плохо перевернули голову назад. То есть не сделали правильно, чтобы вверх отдыхательных пути ровно приобрели. Мы начинаем выходить в живот. Как лягушка начинается там. Кто здесь не заложил, уже не знает. То есть у него начинает не грудная клетка подниматься, а эпигастрит. И приподнимается. Значит, если вы видите что-то подниму, я думаю, вы сможете определить, где там живот на верхнюю часть торца надувается, или нижняя. То есть если надувается нижняя часть торца, то вы понимаете, что это какая-то такая ситуация. Что вы делаете? Вы не надо, не получилось. Пошел печальный. Следующее. Что вы делаете? Вы переворачиваете пострадавшего на бок. Пострадавшего. Вы ему придете, нажимая рукой, ладошкой, на эпигастрит и нажимаете. Он сбывается. Ну просто лёгко отрывчикано так произойдет. Просто то, что мы называем матрышкой. То есть это не будет прям прям раздающимся, как будто он напил с агрегировки. Нет. Просто лишний воздух сойдет, коллеги. Поэтому все. Дальше. Опять-таки. Не получилось. Значит первый раз. Опять присаживаемся и поехали. Опять. Опять два раза. Смотрим. Друзная ветра поднимается. Теперь. Следующее. Два вдоха. То, что я вам сказал. Количество. Это два вдоха в одном цикле сердечно-депрочной реанимации. Объем. То, что вы должны ему вдувать. Это почти 1 литр. Скорость. 12-18 в 1 минуту. Но это опять соотношение искусственной вентиляции легких было. Теперь. Соотношение 30 компрессий к двум. Теперь. Два манекета в один еще. Будьте добрым. А через платочек можно дышать? Торт. Через платочек. Немножко будет затруднено. Но, в принципе, это правильно будет. Через платочек либо. Самое лучшее. Это то, что есть устройство для искусственной вентиляции легких. Это переходник какой-то от вашего. С собой-то его не ночью. С вашей ротовой полости опекать. Родовой полости. Сейчас мне нужны две добровольца. Две добровольца. Ну вот. Давайте кто-нибудь. Коллеги. Да вы молодец. Да мы выберем это. Сегодня. Так. Пожалуйста. Присаживайтесь. Вот так. Так чтобы для всех. Теперь. Нельзя. Это все нельзя. Запомните. Крови. Крови. Как хотите. Знаете, да? Которым выходит и льется из вашего сосудика в носу. Ей без разницы. Еще вот два. Либо вытекать на ногу. Чтобы носа не запустить. Но проблема в том, что, ну, можно быть чувствуете. Когда нос запрокидываете, кровь, особенно обильное кровотечение, кровь по задней стенке. С чего? Отдыхательных путей по носоглотке распускается. Вот так вот происходит. Поэтому не дайте мне, тем более, если у кого-то подстраховало, что он будет, точнее, терять сознание, а ноги из вас, возможно, даже при себе, когда кровь пойдет, уже... Ах! То есть вот это возможно, да? Если вы еще голову запрокидываете назад, просто напьетесь, найдите себя в лучшем случае. В лучшем. По дыхательным путям кровь попадет в руки. Это у него очень хороший вариант. Поэтому, коллеги, запомните, наклони голову вперед. Зажать крылья носа. Понимаем крылья, да? Что тут эти кусочки называются? Чтобы вы не искали крылья и на них носа. Наложить холод на переносицу. Для чего? От холода сужают сосудики. Поэтому на переносицу сюда кладем что-то там. Курицу там в холодильнике. Пиццу, которую мы не закрыли на обеде. Обеспечить покой. Ну и опять изобретать голову по носу вперед. Первичное, сердечное, белочное. Ваш палат не пропускает, да? Смотрите, сейчас сильно не будет. Вот оно бьет кровотечение. Поэтому мы максимально с вами стараемся его останавливать. Поняли, да? Для чего делается пальцевое прижатие? Еще, коллега, я скажу. Этот метод временной остановки кровотечения для того, чтобы вы прижали пальцем. Вы прыгнули на кого-нибудь, да? Нормально. Для того, чтобы вы прижали пальцем. Прижали пальцем. У вас было время есть? У вас где-то рядом окажется жгут там. Или вы там, Оля, Вика, Вера, Женя, Сережа, принеси жгут из аптечки. Вы держите пальцем. Держите пальцем. Здесь держите. Ну если в зависимости от ситуации. Держите пальцем. И это временный метод для того, чтобы вы смогли принять решение. Что с ним делать дальше? Потому что ну не каждый из вас происходит. Независимо от того. Независимо от того. Независимо от того. Друзья, где кровотечение? Смотрите. Давайте скажу вам честно. Вы прям разбираете крайне тяжелую ситуацию. Почему? Я понял. Нет. Это опять-таки симуляция тех, чтобы определён. Скажу честно? Нет. Можно спросить. В таком ситуации сложно. Что тот сосуд, что сон на артере, что это крайне важно. Но. Скажем так. Человек вытечет за 40 секунд. Особенно если у него пробиты две отверстики. Если. Скажу даже по нормативам. Что если повредение бедренной артерии и своевременной помощи не оказано от людей на лозу. Максимально высоко. Максимально туго. 40-1 минута. 40 секунд-1 минута. Всё. Субтитры создавал DimaTorzok У searched простроение. 3 минуты. 4 минуты. 7 минуты. Продолжение следует...